Мы с вами приступаем ко второму заседанию высокого уровня. И для меня большая часть выступает в качестве выдающей этой части сессии. Прежде чем мы начнем с заседания, я хочу напомнить о паре моментов. Первое. Здесь ведется синхронный перевод на шесть языков. Английский первый канал, два французский, арабский третий канал, испанский четвертый, русский пятый, китайский шестой канал. Второй момент. Мы с вами сегодня будем работать на протяжении примерно двух часов. Около 120 минут выделено на наше заседание. У нас есть спикеры. Я хочу попросить вас, если можно, соблюдать регламент с тем, чтобы мы уложились в отведенное нам время. Надеюсь, что нам удастся удачно поработать сегодня. Итак, дамы и господа. Для меня большая честь выступить в качестве ведущей этого заседания. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, действительно очень важна для всех нас, и в частности для правительства. Мы будем говорить о цифровых правах. Как вы все знаете, цифровые права стали одним из важнейших аспектов прав человека в целом. И в будущем роль цифровых прав будет только расширяться. Все эти события, которые происходят вокруг нас, приводят к тому, что мир становится всё более оцифрован, он переходит на цифровые рельсы. И для того, чтобы защищать права человека в цифровом пространстве, необходимо прилагать дополнительные усилия. А задача эта непростая. Риск заключается в том, чтобы не уделять должного внимания проблематике цифровых прав. И важно этот риск постоянно снижать. Мы обязательно должны заниматься этими вопросами, несмотря на те сложности, которые уже существуют и будут возникать у нас в будущем. Именно об этом сегодня мы с вами будем говорить в ходе этого заседания. В состав участников дискуссии вошли очень интересные, выдающиеся деятели из самых разных сфер. Я уверена, что нам удастся тем самым обеспечить многосторонний подход к обсуждению этой важной темы. Ну и поскольку мы с вами будем обсуждать этот конкретный аспект прав человека, а именно цифровые права с разных аспектов, с разных точек зрений, мы постарались пригласить экспертов, которые представляют самые разные отрасли и сферы. Основное внимание я сегодня хотела бы уделить вопросу того, как разные заинтересованные стороны могли бы вносить свой вклад в определение и защиту прав человека в цифровом пространстве. Именно этот вопрос мне бы хотелось сегодня обсудить с нашими уважаемыми участниками дискуссии. И я с нетерпением жду возможности представить участников дискуссии, которые присоединились к нам сегодня. Кроме того, есть несколько участников, которые присоединятся к нам дистанционно. Госпожа Каролин Эдстартер, министр по делам ЕС и Конституции из Австрии. Ее превосходительство госпожа Моника Муцвангва, министр по вопросам информации и радио и телевещания Зимбагве. Господин Винтон Серв, основной специалист по пропагандированию интернета в компании Google, а также представитель IJF. Большое спасибо, что присоединились к нам сегодня. Господин Амандип Сингель, специальный посланник генсекретаря ООН по вопросам технологии. Большое спасибо, что присоединились к нам также. Господин Лосио Адриан Руис, секретарь, представляющий Святой Престол и занимающийся вопросами коммуникации. Далее госпожа Мазуба Ханяма. Прошу прощения, у нас представитель Швейцарии также, господин Томас Шнайдер и представитель Германии из Министерства по цифровым вопросам, господин Беджамен Брейк, господин Виктор Смакаров, специальный посланник по цифровым вопросам Латвии. Также приветствуем доктора Элисон Гилболт, которая представляет компанию Ресерч ИКТ Африка, господин И.Джиньо Галярдона, представляющий университет Витватерсрандт, господин Теодрос Бесрат, технический эксперт компании Digital Payments, цифровые платежи, госпожа Айрин Хан, специальный докладчик ООН по вопросам свободы слова и самовыражения. Госпожа Хан будет присоединяться к нам дистанционно. Мы приветствуем вас на нашей встрече, а также мы представляем еще одного эксперта, господин Мазуба Ханяба, который представляет регион Турция и Ближний Восток. Госпожа Току Мео, стартап ТОКа. И, безусловно, господин Фолькер Тюрк, верховный комиссар ООН по вопросам прав человека ООН. Итак, уважаемые коллеги, мы с вами сегодня собрались. Время наше ограничено, а тему нужно обсудить довольно сложно, поэтому мы начнем с вопросов. Мы сегодня попросим всех участников дискуссии не забывать о том, что у вас ограничено время для ответа на вопросы. Я вас буду вызывать. Прошу прощения заранее, если мне придется вас остановить, если вы превысите выделенное время, надеясь на ваше понимание. Итак, чтобы вам помочь следить за временем, господин Баррайан, наш друг, будет вам показывать вот этот знак, на котором будет указание на время. Так вот, переходим непосредственно к вопросам, начиная с вопроса данных. Это очень центральный вопрос сегодня буквально в нашей повседневной жизни. Так вот, переходим к господину Винтону Сёрфу, главному евангелисту интернета. Первый вопрос. Сегодня данные являются критически важным элементом деятельности во всех сферах. было бы реалистично считать, что мы, индивидуальные лица, действительно управляем этими данными тем, как ими управляют другими. Ответ. Во-первых, да. Во-вторых, постараюсь предоставить некоторый подробный ответ. Во-первых, данные необходимы для работы в цифровом и нецифровом мире. Транспарентность необходима для того, чтобы люди понимали, какие данные необходимы, каким образом они используются, как ими обмениваются, как их стирают, как можно исправлять неправильные данные. И мы должны проследить за тем, что отвечающие за охранность данной ответственны перед нами. Некоторые виды данных необходимо ограничивать даже более высоким уровнем данных. А некоторые данные необходимо хранить за паролями, чтобы была защита. Мы должны улучшать устойчивость данных. И, наконец, по подотчетности нам для этого необходимо международное сотрудничество. Спасибо большое. Перехожу к доктору Алисон Гилборд. Тот же вопрос. Спасибо большое. Значит, по поводу вопроса данных. Мы смотрим на вопрос с точки зрения выработки политик. Я считаю, с точки зрения регуляторных аспектов мы сейчас надлежащих результатов не видим. Мы видим регулирование. Мы видим, что происходит действительно защита вопросов конфиденциальности и, возможно, свободы выражения. Здесь была подчеркность необходимости рассмотрения данных в разрезе общих публичных и общественных интересов. Это следует сделать, развивая более всеобъемлющие законодательные инициативы. И это само по себе, конечно, не приведет к выработке справедливых решений для данных. Нам необходимо сделать так, чтобы неравноправие выравнивалось. Была так называемая позитивная дискриминация. Мы видим, что происходит в том, 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 Есть суверенность данных, и это понятие учитывает неравноправие, неравновесие между разными сторонами. Но также нужно помнить, что есть национальные интересы, и иногда эти национальные интересы, получается, что они превалируют над индивидуальным суверенитетом, над своими данными. И мы видим отключение интернета, и национальные, получается, в данном случае, интересы превалируют над индивидуальным доступом к информации. Если посмотреть на некоторые заявления относительно возможности пользователей иметь доступ к своим данным, также пользователи не могут воспользоваться ценностью этих данных, так же, как это могут делать компании. Эту же параллель можно провести и с тем, что заявляют правительства относительно того, что они не могут облагать налогами некоторыми компаниями, когда они находятся в других странах. Я бы хотел еще раз подчеркнуть важность региональных организаций. Например, ЕС показал нам, насколько важна эта организация, как с точки зрения защиты данных, так и с точки зрения прав индивидуальных пользователей. Спасибо большое. Я скажу пару слов о сложности в нашем регионе. Я бы подчеркнул тот факт, что технология еще более закрепляет некоторые различия между людьми. И, в частности, здесь идет речь и об отключении интернета. Очень много вопросов относительно отслеживания и слежки в интернете и относительно конфиденциальности данных. Спасибо большое. Всех приветствую. Да, мы, конечно, знаем, что при помощи данных можно сделать много хорошего, улучшать жизнь граждан, экономику и так далее. Но и плохие вещи при помощи данных можно сделать. Так что вопрос, кто контролирует данные, кто контролирует мои данные, да, компании или данные компании. Мы считаем, что именно люди должны контролировать свои собственные данные, они должны решать, с кем хотят делиться своими данными, в каких целях они должны использоваться. Это не правительство должно решать, не правительством решать, как пользоваться данными людей. В Швейцарии мы посмотрели на последствия того, когда создаются так называемые пространства, доверительные пространства для данных. Мы разрабатываем некоторый добровольный кодекс поведения для всех, которым следует руководствоваться в таких пространствах. Мы также думаем, что на международной основе организации, возможно, должны договориться о некоторых руководящих принципах относительно управления данными в целом, потому что это становится все более важной темой. Спасибо. Буквально пара моментов относительно справедливости данных. Нам нужно уйти от модели защиты данных и перейти к модели по предоставлению возможностей относительно данных, чтобы граждане могли сами решать, чтобы у них был выбор, и чтобы они могли пользоваться преимуществами данных в зависимости от конкретного набора данных. Именно поэтому генеральный секретарь призывает к предоставлению права выбора гражданам в рамках глобального договора, цифрового договора. Вторая важная тема – это бедность данных. Есть целые части мира, в которых местные сообщества не создают собственные наборы данных, а они очень важны для разрешения локальных проблем в локальном контексте. Поэтому нам нужно, чтобы все участвовали в экономике данных. И, наконец, как говорил ВИНТ, нам необходимо международное сотрудничество, потому что подход к управлению данными, он разный в разных местах. А ведь здесь речь идет о личных данных медицинского характера. Например, в Америке, в США, например, это очень хорошо понимают. В Европе это, понятно, меньше стратификация на защиту в зависимости от данных. Это очень важно, и нужно обеспечить соответствие здесь. Спасибо большое. Господин Токо Мия, что вы скажете здесь? Госпожа Токо Мия, основатель стартапа Токо. Добрый день, говорит Токо. Спасибо большое. С точки зрения управления цифровыми данными в Африке, и в частности в Южной Африке, где я нахожусь я, я считаю, что очень важно понимать, что уже есть договоры, уже есть соглашения, уже есть попытки выработки законодательных решений относительно управления данными. Но пока что соответствующие меры не предпринимаются в направлении их реализации. Так что есть соглашения о цифровой безопасности Африканского союза. Есть еще и проект закона о кибербезопасности, который потом превратился в другой законопроект. Но, тем не менее, общего принятия еще нет. А если говорить о защите персональных данных в различных странах, здесь очень важно понимать, что это не просто слова на бумаге, а что это признается действительно различными государственными членами. Спасибо большое, уважаемые члены панельной дискуссии. Понятно, что мы все друг с другом согласны относительно международного сотрудничества, и что следует здесь предпринимать действия по всем направлениям. То есть надо при этом найти общий механизм подхода к этой проблеме. Но есть сложность в достижении многосторонних соглашений. Есть ли какой-то общий способ внедрить какие-то глобальные стандарты по цифровым правам? И как такой подход, такая рамочная конвенция может выглядеть? Виндсерф, пожалуйста. Я сейчас сниму наушники. Так вот, мне кажется, что это очень интересное вступление. Начнем, например, с Международной декларации о правах человека. И посмотрим на нее в цифровом разрезе, в разрезе цифровой вселенной. Затем давайте установим некоторые нормы транспарентности относительно сбора и использования и хранения данных. А затем создадим механизмы, позволяющие пользователям иметь доступ к этим данным. А затем нужно обеспечить механизмы защиты этих данных, механизмы использования криптографии, например, и другие механизмы контроля доступа. Вот это начало такое я предлагаю. Спасибо большое. Всех приветствую. Я адвокат, юрист, и я постараюсь ответить на этот вопрос, очень важный для юристов фразы. Все это зависит от того, о чем мы говорим. Здесь упоминалась универсальная декларация о правах человека. Есть еще Европейская конвенция о правах человека. Я два года работала в суде на дне, и хочу сказать, что это уже очень установившиеся декларации. Здесь все очень хорошо определено. Я думаю, что здесь у нас хотя бы в этих стенах есть консенсус относительно прав человека. Необходимо вместе обсудить, как же реализовать эти права человека в сети, особенно после пандемии, когда мы увидели, что цифровизация очень испытала большой всплеск. А теперь он идет на убыль. Решение все еще нужно искать. Обсудим свободу выражения, свободу. И, безусловно, есть еще и вопросы выражения ненавистнических настроений в сети. И здесь нужно иметь какой-то баланс в сети. Правильно. Спасибо. У меня время закончилось. А теперь попрошу специального докладчика ООН по вопросу права самовыражения и свободы слова. Ирина Канн. Спасибо. Сейчас очень хорошо понятно, что есть права в сети, и, соответственно, есть декларация о правах человека, и это некоторая база для дальнейшей дискуссии, обсуждения этого вопроса. И здесь проблема не в пробелах, а скорее в реализации. И именно поэтому странам необходимо посмотреть на вопрос умного управления. Нужно, с одной стороны, это делать, с другой стороны, следить за соблюдением прав человека. Это сложно, но в рамках прав человека есть различные принципы, которые предоставляют основания для заключения прав человека с одновременным соблюдением защиты данных. Спасибо, госпожа Хан. Сейчас я попрошу выступить господина Виктора Макарова. Спасибо большое. Если бы у меня сейчас была возможность просто повторить то, что сказала мисс Канн и предыдущие два докладчика, то я бы это и сделал. Мне кажется, очень важно еще сделать дополнительное замечание. Во-первых, понятно, что в цифровом пространстве необходимо реализовывать концепцию прав человека. Мы, скорее всего, идем не какой-то обязательной рамочной конструкции, а рассматриваем основополагающие принципы этой концепции. Ну и, во-вторых, у нас есть инструменты, должны быть инструменты для того, чтобы реализовывать эту концепцию. Мы обязательно поддержим эту инициативу ООН, включая права человека. Плюс Европейский Союз уже высоко поднял планку в этом отношении этого требуют граждане ЕС. И мы надеемся на то, что мы сможем достучаться до корпораций для того, чтобы и они поучаствовали в развитии, в этическом развитии различных технических стандартов. Ну и, наконец, я хотела добавить, что мультистоеколдерный подход является чрезвычайно важным. Мы не можем обсуждать права человека только применения к гражданскому обществу без того, чтобы затронуть воздействие и вовлечение в этот процесс различных больших корпораций. Спасибо. Давайте мы попросим следующего докладчика добавить, госпожа Моника Муцванга, Зимбабве. Большое спасибо, госпожа модератор. Я хотела поприветствовать своих со-докладчиков, со-участников этого обсуждения. Я действительно представляю Зимбабве, Министерство информации. И для нас действительно чрезвычайно важно в эпоху послеиндустриальной революции, когда мы входим в эпоху цикровизации, обсудить все эти вопросы. Особенно в том, что касается прав человека в цифровом пространстве. Существует целый набор организаций, которые занимаются этим вопросом. Например, Международные союзные электросвязи, наш форум IGF и так далее. Очень важно, чтобы правительства всех стран занимались этим вопросом, создавали специальную среду для того, чтобы мы могли этот вопрос развивать. Есть целый ряд вопросов, которые необходимо обсуждать. Это защита данных, искусственный интеллект, киберпреступность и так далее. В том числе это и права человека в цифровом пространстве. Это важно для тех, кто обеспечивает инфраструктуру данных, для тех, кто является потребителем данных и для всех заинтересованных сторон, всех участников этого процесса. Спасибо, Ваше происходительство. Давайте я передам микрофон господину Бенджамину Браке. Да, я хотел поблагодарить IGF за то, что вы организовали это мероприятие сегодня, это обсуждение. Нам очень важно провести это обсуждение и вовлечь в этот процесс наш глобальный юг, особенно в том, что касается приватности данных, защиты прав человека в цифровом пространстве и прочих тем. Европейский союз только что выпустил декларацию по цифровым правам. Там есть шесть разных аспектов, которые необходимо обсудить и в общемировом масштабе. Цифровое преобразование – это первое. Второе – это инклюзия. Третье – это свобода выбора. Потом также включение в цифровое пространство. И также развитие устойчивого цифрового будущего. Мне кажется, что нам нужно более общо посмотреть на эти вопросы в общемировой перспективе. Мне кажется, три аспекта нужно обсудить более подробно. Первое – это право доступа к интернету. По крайней мере, в некоторых государственных учреждениях, например, в школах. Второе – это право на определенную транспарентность, прозрачность в том, что касается использования данных и устранения данных. Это важно особенно для Европы. И третье – это транспарентность алгоритмов. Спасибо большое. Давайте теперь послушаем то, что ООН нам хочет сказать по этому поводу. Следующий докладчик наш. Я думаю, что нам не нужно сейчас заново изобретать велосипед. У нас действительно есть отдельный аспект, которым занимаются защитники прав человека. Важно понять то, как это применять в цифровом пространстве. Дело в том, что в любом формате это все равно право человека. То, что касается приложения. Обычно правом человека занимаются различные государства на уровне стран. Сегодня очень важно, чтобы частный сектор также отвечал за нарушения в сфере прав человека. Большую роль играют программы и возможность доступ к интернету в гражданском пространстве. Это необходимо защищать. Также существуют некоторые новые технологии, которые также представляют угрозы с точки зрения прав человека. Нам необходимо обсудить это на мультистокхолдерном уровне. Спасибо большое за ваше заявление всем участникам наших дискуссий. Действительно, наш мир сегодня изменяется чрезвычайно быстро. Мы развивающийся вид. Данные, которые мы генерируем и потребляем, тоже изменяются. И сейчас мы хотели бы обсудить этот вопрос. Как защищать цифровые права в условиях постоянно изменяющегося ландшафта? Давайте поговорим еще про один аспект, именно алгоритмы. То есть это то, что помогает нам создавать данные, а также обеспечивать транспарентность, прозрачность и создавать такие инструменты, как искусственный интеллект. Большая часть общества до сих пор не до конца сведомлена о новшествах в этой сфере. Что же делает мировое сообщество для того, чтобы освещать эти аспекты? Давайте передадим микрофон доктору Алисону Гилволд. Знаете, я хотела вернуться к вопросу. Очень плохо слышно. Поближе микрофон, пожалуйста. А вот сейчас хорошо? Да, прекрасно, спасибо. Я хотела вернуться к правам человека в суровом пространстве и декларации на эту тему. Очень важным документом является эта декларация, особенно в части того, как противостоять различным угрозам. Мне кажется, содержание этого документа относится и к инновациям, и к бизнесу, и к тому, каким образом можно управлять этими данными. Если мы смотрим на данные точки с точки зрения транспарентности и прозрачности, то это не все. Это не позволяет нам заглянуть и посмотреть на продолжающееся управление этими алгоритмами. И то, что касается прав, которые существуют у человека вне пределов цифрового пространства. Мы видим сейчас, что даже если у вас есть какие-то конструкции, они не всегда отвечают тому, что нам надо с точки зрения инклюзивности. И все больше и больше начинают принимать решения автоматически, и очень часто марганизируют некоторые слои общества, исключая их из процесса. Спасибо большое. Хотели бы послушать теперь госпожу Каролину Эд Статлер. Ваше присутствие вам слова. Действительно, искусственный интеллект играет все больше, все более важную роль в нашем обществе, и необходимо рассмотреть его в применении к правам человека с точки зрения доверия, транспарентности. Нам нужно очень четко заявить, что искусственный интеллект может нам помочь в достижении нашей повестки 2030, особенно в точке зрения медицины, может быть, агрокультуры, сельскохозяйства и чего-нибудь подобного. Эти алгоритмы должны быть транспарентными, должны поддаваться объяснению. Что мы можем сделать в этом отношении? Мы можем поднять, увеличить усведомленность населения об этом и предусмотреть различные меры для выполнения различных стандартов, например, какие-нибудь сертификаты или какие-нибудь регламенты, которые мы будем проверять на соблюдение. От нас зависит, как мы будем их внедрять, для того, чтобы им можно было доверять. Спасибо, ваше восходительство. Сейчас я попрошу следующего нашего докладчика выступить. Госпожа Мазуба. Да, здравствуйте. Извините, что я немножко задержалась. У меня другой совсем часовой пояс. Я работаю в компании Meta в Турции. Сегодня я скажу несколько слов уже на темы, которые уже были затронуты предыдущими комментаторами. Я считаю, что люди, которые пользуются нашим продуктом, должны иметь большую транспарентность и получать доступ к такой транспарентности. Очень важно понимать, как и когда искусственный интеллект принимает решения. Эти решения нужно иметь возможность обосновать. И у людей должна быть информация о том, как они могут управлять этим процессом, что они могут сделать для того, чтобы вмешаться в этот процесс. Мы продолжаем исследовать различные модели оформления документации, связанные с искусственным интеллектом. Мы смотрим на то, каким образом расширять эту модель. Я знаю, что у нас времени совсем мало, поэтому я ограничусь этими высказаниями. Хорошо, тогда мы... Спасибо большое. Мы обращаемся к Томасу Шнайдеру в Швейцарии. Спасибо. Да, когда мы говорим про прозрачность, транспарентность и в объяснимости алгоритмов, не надо забывать, что не все алгоритмы сами понимают, что они делают и могут объяснить. Поэтому у нас такая же ситуация. Но это не значит, что мы не можем построить эти отношения с алгоритмами на основе доверительности. Нам необходимо иметь целый набор мер, чтобы, с одной стороны, обеспечить выполнение технических стандартов, с другой стороны, выполнять различные рекомендации сообщества. Это должно соответствовать различным законам, принятым в тех или иных странах. Это должно соответствовать услугам, которые предоставляют различные маркетинговые компании. Плюс это, естественно, должно соответствовать уставам, которые будут согласованы с различными международными организациями и странами. Также это должно соответствовать международной декларации прав человека. Сейчас я являюсь председателем комитета европейского по правам. И нам кажется, что необходимо расширить концепцию повсеместно и добиться общего согласия. Таким образом, у нас появится возможность противостоять несправедливым или неправильным решением, принимаемым искусственным интеллектом. Это будет частью процесса. Именно поэтому, мне кажется, сегодня это очень важно обсудить. У нас будет дополнительное заседание сегодня в 5.20. Да, спасибо большое за ваше соображение. Действительно, нам надо концентрироваться на том, что мы стремимся достичь. Следующий наш комментатор – это господин Винсерд. Большое спасибо еще раз, что вы мне позволили высказаться на эту тему. Я не обязательно являюсь специалистом по искусственному интеллекту, но, тем не менее, надо отметить, что любая программа, просто ли это программа или искусственный интеллект, это все равно машина, это не человек. И, так сказать, обучение в этом случае достигается за счет повторения, за счет того, какие материалы предоставляются, какие исходные материалы предоставляются. Плюс у нас есть такое понятие, как какие-то предубеждения. И в каких-то случаях машина может слониться к одному или другому варианту в зависимости от заложенных в ней предпочтений. Нам необходимо проанализировать на основе различных испытаний, каким образом эти решения принимаются, и как в том или ином случае машина принимает решение. Понятно, что речь идет об огромных нейросетях, и мы видим миллион датчиков, которые одновременно работают, принимая решение. Но ответ не в этом. Нам необходимо понять, можно ли путем анализа проанализировать то, как машина принимает решение, и исправить то или иное неправильное решение. Если мы поймем, что это можно сделать конвенциональными методами, мы сможем это сделать. Спасибо большое за вашу точку зрения. Давайте перейдем к следующему нашему выступающему. Говорит Луис, Лусио Адриан Руиз. Да, мне кажется, что очень важно просмотреть этот вопрос и с культурной точки зрения. Мне кажется, что это более глубокий вопрос, чем просто искусственный интеллект. Когда мы начинаем понимать все, с чем мы сталкиваемся в рамках цифровой действительности, и с точки зрения технической, с точки зрения, может быть, регуляторной, мы должны понять, что именно стоит за вопросами цифровой культуры. Потому что у нас не просто технологическая эра, у нас цифровая эра. И этот вопрос необходимо проработать. С моей точки зрения, основным аспектом является образование. Для того, чтобы мы понимали цифровую культуру, для того, чтобы мы обладали знаниями, которые могли бы, в свою очередь, помогать нам усваивать новые знания. Если мы понимаем, что такое цифровая культура, то мы сможем более естественным образом обеспечивать транспарентность. И, соответственно, задам еще один вопрос. Есть ли какие-то эффективные способы предоставления возможностей различным регионализованным группам, группам, у которых меньше прав в отношении равноправия, сексуальности, расового, этнического, национального и так далее. Я думаю, что нам нужен новый подход, который бы совмещал системы искусственного интеллекта с подходом, основанным на правах человека. Таким образом, мы сможем этим группам помогать. Но при этом нужно четко понимать, как работает эта технология и алгоритмы, потому что здесь же при помощи данных создается понимание ситуации. Раньше программное обеспечение касалось данных, которые комбинировались с программным кодом, и в результате получался алгоритм. Вот такая была модель. Но мы должны теперь увязывать международные практики и политики государственные с отраслевыми подходами. И нужно еще понимать, что системы по-разному применяются к разным сферам. Например, в медицинской сфере есть какие-то свои принципы относительно конфиденциальности данных пациентов и так далее. И поэтому нам нужно очень четко проработать руководство в отношении этих систем. Спасибо большое. Следующий, пожалуйста. Спасибо. Значит, мое поколение, мы, так сказать, мы не всегда могли пользоваться интернетом и цифровыми технологиями. И тогда, когда мы начинали, говорилось, что интернет – это то пространство, в котором можно друг с другом общаться. С точки зрения защиты, о которой вы говорили, мы… здесь есть риски, да, и мы можем предложить следующее. Наверное, возможно, нужно провести дискуссию, проходящую на общем, так сказать, глобальном юге. Эта дискуссия касается общности, которая отказывается от нормативности, как меньшинство становится большинством, вернее, сначала большинство становится меньшинством, а потом меньшинство становится большинством. Опять вот, как здесь действовать? Можно только вспомнить и колоналиальные времена. Мой коллега написал нечто очень интересное и красивое о том, что касается границ, о том, не о том, что они не существуют, но что в преколониальной, доколониальной Африке там все одно в другое перетекало. И вот то же самое, можно сказать, и региональном интернете в 90-х годах. У меня заканчивается время, но я знаю, что в академических кругах ответ на этот вопрос видят не в новых политиках. Спасибо большое. У меня целых несколько моментов. Во-первых, нужно расширить продвижение цифровых прав. И здесь еще, во-вторых, нужно сказать, что все стороны должны уважать и соблюдать эти правила и права. Дальше есть частный сектор. Им тоже нужно предпринимать действия. и они должны реализовывать практики. И, наконец, есть защитники свободы в интернете. Они тоже должны учитывать все соображения. Спасибо большое по поводу маргинализованных групп. То же самое можно сказать и обо всем интернете. здесь много потенциала, но есть и рисков много. Если мы предоставляем права маргинализованной группе, то здесь может создаться риск того, что укреплятся существующие моменты неравноправия. так что нам нужно следить очень тщательно за различными историями конспирологии и фейк и ньюз. Я только что была в Украине. Я хотела посмотреть на то, что там происходит на месте. И надо сказать, что есть еще и информационная война, которая проходит в интернете. Так что нужно помнить и об этих рисках. Также в отношении женщин очень много насилия в интернете. В Австрии, например, мы развили закон о свободе в сети. Это значит, что платформы в сети должны в течение 24 часов удалять различные антисемитские заявления и угрозы. У нас нет пока что на уровне Европы подобного механизма, нам необходимы глобальные решения. Спасибо большое. Виктор Макарус, слава вам. Хотела только подчеркнуть еще раз, что цифровые права, они везде одинаковые универсальные права. И в данном конкретном случае руховенство права и свобода выражения должны соблюдаться, и группы должны высказываться, и правительственные страны должны защищать эти права. С одной стороны, если при этом разрешать организованным группам выступать, то одновременно нужно, чтобы слова были не только действиями, защищать права в сети и бороться с угрозами. Еще я хотел бы подчеркнуть то, что делает ЕС в рамках акта о цифровых услугах. Об этом мы еще отдельно поговорим в среду. В отношении различных концепций они должны основываться на правах. Это самое важное. нужно проводить просветительские мероприятия, в частности, среди правоохранительных органов. И, наконец, необходимы ресурсы любому агентству для этой концепции. Необходимо иметь опытных специалистов, чтобы все это работало. Спасибо. лисиано-андриано-руйс. Я бы хотел подчеркнуть четыре момента. Во-первых, уважение к человеку, потому что если нет уважения к человеку, то и нет общества. То есть это очень важно, и все это право должно быть на цифровой мир. Во-вторых, человек есть, есть идеи, и люди должны друг друга уважать, и идеи тоже уважать. Три, продвижение обучения, образования до того, чтобы было понимание наших различий, чтобы можно было достигать консенсуса. И четыре, образование семья, общества, потому что мы не рождаемся с врожденной возможностью понимать остальных и с умением находить решения. Именно поэтому необходимо продвигать образование и находить решения и в цифровом мире также. Спасибо большое. Начну со следующего. Я бы хотела сосредоточиться на слове на термине, который касается предоставления полномочий и возможностей. Здесь очень важно в цифровом мире. И представительность тоже важна. Очень важно, чтобы в пространстве, например, даже на форуме по вопросам управления интернета, это тоже важно. здесь важно присутствие не только женщин, но и других групп. Также очень важно подчеркивать необходимость поддержки потребностей этих групп. Эти потребности корнями уходят в системных каких-то проблемах. Нам нужно разработать комплексные решения для того, чтобы у этих групп были возможности рассказывать нам о этих проблемах. Для этого нужно собирать все стороны объединения вместе. большое. Следующий, пожалуйста. Спасибо большое. Очень много уже здесь говорилось о том, что я считаю важным. Я сейчас какие-то подчеркну, которые мне особенно дороги. Я считаю, что это очень важная дискуссия, но очень важно иметь общее понимание того, почему эти барьеры вообще существуют. нужно понимать какое последствие этих барьеров и дальше нужно работать над их преодолением. Это очень важно, особенно в отношении тех, кто с нами здесь не участвует в дискуссии. Цифровая инклюзивность остается очень критической проблемой и здесь есть такие вопросы, как инвестиции цифровая грамотность, образование, как предоставлять все это всем. И кроме того, надо понять, как же это донести до тех, которые находятся на полях сообщества. Спасибо большое. Теперь перейдем к еще одному вопросу. есть техническая экосистема. Наверное, вы очень хорошо сможете ответить на этот вопрос. Вы наблюдаете некоторый цифровой колониализм или его появление? И если да, можно ли это предотвратить? за ответом обратимся к господину Джиньо. Да, спасибо. Цифровой экосистем колониализм это термин, который постепенно появляется на глобальном юге и севере. И то есть получается, что есть различия и дисбаланс. вот например, в отношении шоферов в Южной Африке выяснилось, что в результате цифровизации одной из предоставляемых их услуг у них ситуация стала даже хуже. При этом цифровой колониализм здесь еще происходит насилие, например, цифровые возможности это возможности и инклюзивность. Но здесь получается есть и другие сложности. Еще очень важно понимать симптомы происходящего. Мы уже слышали о том, что касается подводных кабелей. Три из них ведут к Южной Африке. Но если посмотреть на то, как об этом говорится, мы видим, что говорится об этом, как о подарке Африки. Но это не подарок Африки. Африка на самом деле у нее очень много преимуществ своих, и мы можем конкурировать. И вот эти выражения это тоже очень важно. Выбор слов очень тоже важен. Спасибо. Я говорит Виктор Смакаров. На самом деле я вижу это следующим все образом. Есть компании, они будут эксплуатировать все, что угодно, если им разрешат это делать. на севере они бы это делали то же самое. Если бы у нас не было в Европе GDPR, они бы пользовались нашими данными точно так же, как это делается в других местах. То есть здесь нужно регулировать ситуацию. То есть то же самое дезинформация бы дезигнорировалась, бы в отношении дезинформации совершенно не обращали внимания, если бы не было каких-то стран, в которых есть концепции, которые обязывают следить дезинформации. То есть нужно создавать концепции, регуляторные концепции, учиться у друга. Опять же эти проблемы есть не только в Европе, но и в других местах. Нам нужно друг друга слушать, поддерживать, смотреть на то, какие есть синергии для того, чтобы нас было слышно, наши голоса было слышно. Я понимаю, что это очень сложно, но очень важно создать концепцию и учиться друг от друга. Спасибо большое. Спасибо большое. Еще раз вас благодарю. Отрадно видеть, что мы все друг с другом согласны относительно того, что цифровые возможности не очень важны по самым разным направлением, связанным с основополагающими человеческими потребностями, то есть образованием, здоровьем, финансом, системой управления и так далее. И сегодняшний форум, он также может помочь нам создать цифровую солидарность. По глобальному югу здесь тоже есть над чем поработать с точки зрения цифровых прав, цифровых технологий и глобальный юг. Здесь пока что они только принимают стандарты, но нужно, чтобы они участвовали в разработке стандартов и тем самым и надо сказать, что Индия, Китай, они имеют ведущую роль здесь. Могу сказать, что Китай продвигает глобальный юг и он вырабатывает конкурентоспособные руководства в области ИКТ. Также есть Зимбабве здесь. Китай становится здесь на фронте развития ИКТ. Китай становится лидером. Также есть Индия, здесь есть очень эффективная система электронных банковских услуг, есть миграция от аналоговых решений к цифровым. И Иран тоже этим занимается. Что я хочу сказать, что мы здесь на IGF будем делиться этой информацией. Безусловно, есть пространство и для сотрудничества в пределах глобального юга по направлению цифрового сотрудничества. Спасибо большое. Передаю слово госпоже Токомия. Спасибо большое. По поводу цифрового колонианизма очень важно помнить о следующем. Во-первых, глобальный юг. здесь совсем другие современные политические и экономические условия, чем у глобального севера. И это приводит к некоторой субъективности. Очень важно понимать, что на глобальном юге инновации и развития необходимы. и тут то, что там происходит, оно создает некоторую воронку, некоторую черную дыру информации. И это происходит и из-за Убера, не только в Убере, есть и Netflix, и другие. то есть все технические единороги пользуются цифровым ростом, который сейчас происходит, и они внедряют системы, которые не привязаны к конкретной стране. Что касается цифрового колониализма, оно, это происходит явление повсеместно, это происходит и с точки зрения навыков технологического развития инфраструктуры, управления технологией, и также и с точки зрения устойчивости общества на основе тех данных, которые мы получаем, как обезопасить себя, как участвовать в этих процессах и при этом соблюдать соответствующие правила и нормы. Благодарю вас. Алисон Гилвард. Да, безусловно, происходит анализ данных в обществе и действительно наблюдается неравномерное распределение возможностей и прав. И это, да, может быть, описано как цифровой колониализм и такой ущерб, который наносится сообществом ведет к маргинализации, неправильному представлению данных и даже выводит ряд сообществ из систем в связи с этими данными, которые публикуются. И тем самым это ведет к структурной неравенству. И вот это наследие колонализма продолжается, поэтому необходимо положить этому конец и необходимо должным образом это описать. Это некая деструктивная форма управления. И если не решать систематические проблемы, которые лежат в основе этого, то тогда невозможно будет преодолеть это. И исторические колонализм колонализм касается неравенства различной степени, как это описано в литературе, в применении методов управления. И это очень важно с точки зрения отражения прав, которые распределяются на различные поколения вне зависимости от того, к какому поколению люди принадлежат. И вот эти права как раз обеспечат более справедливый доступ и защиту прав. Госпожа Мазуба, пожалуйста. Мне кажется, что цифровой колонализм безусловно требует внимания, стоит над этим задуматься, особенно в связи с тем, что происходит в цифровом пространстве. И мы в сообществах Юга чувствуем себя наиболее уязвимыми, и нам необходимо понять, каким образом бороться с этим, и как этот цифровой колониализм возникает, какие сообщества испытывают на себе его влияние. И то есть необходимо понять лучше это явление для того, чтобы с ним бороться эффективно. То есть рассмотреть определенные моменты, например, ограничения свободы слова и так далее. Господин Бенджамин Брейк, пожалуйста. Благодарю вас. Если говорить о цифровой революции в общем, то это возможность положить конец колониализму. И мы когда рассмотрим Юг, мы необходим нам обеспечить доступ к интернету, потому что на севере у нас есть свои проблемы, связанные с различными структурами, права или с политикой. Вот я, например, был в Индии пару недель назад. И я рад, что вы упомянули Индию, потому что они как раз активно идут по пути цифрования общества и принимают различные решения, которые идут на благо страны в финансовом плане. То есть это проблемы для Индии, которые развернут таким образом, что и поднимаются вопросы безопасности данных, и различные решения изыскиваются. И именно вот по этой причине я как представитель правительства Германии считаю, что нужно запускать этот диалог с Югом для того, чтобы Европейский Союз лучше понимал ситуацию там. Следующий вопрос. Отсутствие возможности правительства относить свой вклад в интернет во время неспособность правительства поддерживать интернет во время конфликтов ведет ли к отключению интернета и каким образом эти проблемы решать. Интернет, когда прекращает свою работу, это, конечно, влияет на всех, оказывает довольно-таки серьезное воздействие. И не только правительство сталкивается с этим. Это на самом деле мультистейхолдерная проблема, потому что все участники должны принимать участие в этом. То есть я не думаю, что речь идет там о правительстве, которые на самом деле там открывают доступ к интернету, закрывают, и поэтому это должно быть некое независимое пространство и соответствующие ресурсы на это должны выделяться. госпожа Моника Мустманга, пожалуйста. Я согласна с моими коллегами, действительно необходимо поддерживать доступ к интернету свободный и постоянный. Это некий баланс права населения на цифровой доступ и отключение интернета и попытки правительств распространить пропаганду на цифровых платформах и в соцсетях и так называемые фальшивые новости, контринформацию. Это все ведет к угрозам жизни, к геноциду, и многие правительства на юге понимают, в чем эта проблема состоит, особенно во времена конфликта. И именно вот здесь необходимо внедрять соответствующие политики, соответствующие законы. Мы также видим, что права человека не должны приводить к нарушениям прав других людей. Права равны для всех, поэтому защита прав одних не должна происходить за счет нарушения прав других. И государство несет на себе ответственность гарантировать максимальную безопасность частной собственности и защиту от политического колониализма. Благодарю вас. Теперь по поводу открытия интернета. Я хотела бы добавить, говорит только Мия, есть определенные тенденции, которые носят не только опасность правовых прецедентов, а они во-первых вредят тем, на кого это непосредственно оказывает воздействие. И безусловно, это ответственность и тех, кто вырабатывает политики, и активистов, и правозащитников, и многих других, которые как раз должны выступать против отключения интернета, потому что это является правом человека. Отключение интернета это нарушение прав человека, права человека увязанных со соответствующими обязанностями. И вот в Африке действительно происходили отключения интернета, они происходят в случаях вооруженных конфликтов. И очень важно сейчас говорить об этом, когда вот недавно в Эфиопии был подписан мирный договор и это должно лечь в основу того, чтобы развивать бесперебойный доступ к интернету. Я хотел бы обратиться к вам, что проблемы, которые лежат в основе этого, это да, техническая проблема, проблема ресурсов, но когда правительство пытается отключить интернет, это действительно очень плохо, потому что это ведет к насилию и это является неприемлемым, то есть когда правительство пытается заглушить голоса людей, которые правительство критикуют. И при этом, да, должна быть соответствующая система, которая борется с незаконным контентом, который является подстрекательством к насилию и так далее, то есть здесь необходимо проводить некую границу между свободой выражения и незаконным контентом. И такая граница существует в традиционных средствах массовой информации на протяжении уже многих десятилетий во многих странах, и как раз да, это является ответственность, это является ответственностью правительства, системы, граждан, но мы не хотим, чтобы правительство или какая-то крупная компания в области интернета решала, что там правильно, что неправильно и отключала интернет, как им заблагорассудится. благодарю вас. Как мы говорили ранее, очень важно понять, какие существуют пути отключения услуг доступа к интернету, если мы рассматриваем это, то есть есть речь идет о том потоке информации, как военные перевороты, какие-то операции, демонстрации и так далее, то есть есть определенная модель отключения интернета, за этим надо следить, надо ее узнавать и эту проблему решать. Госпожа Оренханг, я вижу, что здесь еще одна проблема, это отсутствие технического потенциала, то есть здесь вопрос, есть ли некая правовая, правовой потенциал у власти это делать, потому что отключение интернета ведет к колоссальным последствиям, это может привести реально к катастрофе и правительство, как правило, оправдывает отключение интернета попыткой контролировать дезинформацию или высказывания, но при этом существует действительно нарушение прав человека, во время отключения интернета нарушение прав человека увеличивается, их число, мы видим насилие в отношении журналистов и так далее. Именно поэтому ООН и ведомство ООН по правам человека выступают против отключения интернета, необходимо максимально поддерживать доступ к интернету, потому что отключение интернета подрывает основы и ведет к цифровому разрыву в доступе к информации. Люсио Адриано Руис, пожалуйста, вам слово. Я хотел бы поделиться с вами своим мнением культурной точки зрения, потому что если мы обратимся снова к тому, что у нас есть определенная цифровая культура в цифровую эпоху, это одно, а с другой стороны руководители, правительства, ответственные за выработку политики, если они не подходят с культурной точки зрения, то это ведет к кризису неправильного использования инструментов, в том числе интернет является неким социальным инструментом, помимо всего прочего. И если мы не будем должным образом пользоваться этими культурными инструментами, то тогда мы не сможем бороться с кризисами должным образом. Необходимо проводить подготовку, образование, образовывать общество. Очень важно, это особенно во временах кризиса, правильно действовать для того, чтобы гасить конфликт, и надо использовать должным образом и цифровые средства массовой информации. Позвольте мне сейчас передать слово господину Волкеру Тору, который является верховным комиссаром по правам человека ООН. Пожалуйста, его видеосообщение. Господин Фолкер Торк. К сожалению, нет звука. Не идет звук. Организаторы запустили записанный ранее в видеоролик. Но, к сожалению, звук не идет. Отсутствует звук, перевод невозможен. борьб и в То есть между 2016 и 2021 годом хэштег Keep It On Coalition сообщило о том, что произошло 931 отключение в 74 странах. И это не только нарушение прав человека, но и это ведет к нарушению работы системы здравоохранения, торговли, образования и также нарушает возможность населения протестовать, проводить выборы и иметь доступ. И должное управление опирается на инклюзивное и осознанное участие. При этом необходимо, чтобы голоса людей были слышны и когда эта угроза возникает в результате отключения интернета, когда свобода слова объявляется уголовным преступлением, когда выступления, которые идут против правительства, им приклеиваются ярлыки, что это дезинформация, то это является нарушением прав человека, ведет к насилию и дискриминации. Компании, которые работают в области социальных сетей на глобальном севере, должны инвестировать значительные средства для безопасной работы везде, где они работают, расширять языковые возможности и повышать наше понимание и вовлеченность сообществ. Нам необходимо призывать к сообществам, чтобы они сами возглавляли эти различные подходы, необходимо давать возможность людям самим формировать свой цифровой мир, поддерживать технические экосистемы и поддерживать транспарентность, компания и различные практики правительства. Это неотъемлемый ингредиент для того, чтобы добиться вовлечения всего сообщества. Необходимо строить сообщество так, чтобы отсутствовал страх и репрессии. Развитие глобального цифрового договора, предложенного генеральным секретарем ООН, будет, скорее всего, достигнут в 2024 году. И это дает нам возможность работать сообща по достижению данной цели, по вопросам прав человека. У нас есть общий язык, и это очень важно для того, чтобы обеспечить защиту всех фундаментальных прав в цифровом пространстве. Уважаемые участники, очень важно понимать ценность интернета. Она лежит в возможности обеспечить то, что указано в 19 статье Декларации прав человека. Это было записано еще 75 лет назад, что у каждого есть право искать, получать и принимать участие в информации и в идеях, вне зависимости от границ. И давайте сделаем это правильно и подключим сообщество. Спасибо. От лица всех слушателей я хотела бы поблагодарить господина Фолькера-Турка, Верховного комиссара ООН по правам человека, за его высказывание, за его речь. Сейчас мы хотели бы рассмотреть более подробно вопрос о том, каким образом базовая структура может быть рассмотрена в сфере правительственных структур, их разнообразия и индивидуальных личностей в интернете и в сфере прав человека. Давайте сейчас мы каждому из наших докладчиков дадим по 90 секунд для того, чтобы они могли ответить быстренько на этот вопрос. Я хотел бы сэкономленное время сейчас использовать, если бы вы мне дали сейчас эту возможность. Я хотел сказать, что мы действительно защищаем универсальный и равный доступ к интернету и цифровые права. В Африке у нас имеются инструменты для обеспечения приватности, обеспечения безопасности данных, которые благодаря совместной работе и работе с ООН и Всемирным банком мы всячески реализуем. Большое спасибо. Следующий. Мне кажется, что глобальный юг действительно сейчас является очень сложной структурой, не только в цифровом пространстве. Я вижу, что впереди у нас будут нелегкие времена, нам придется преодолеть ряд препятствий, но нам нужно понять, что инновации – это не просто какой-то конгломерат идей с разных сторон света. Это работа над созданием более инклюзивного цифрового пространства. Следующий наш заплатчик. Спасибо большое. Проблема с управлением в части интернета и важность этого вопроса – это действительно тема, которая важна для того, чтобы все в ней принимали участие. Мы продолжаем настаивать на том, что это мультистейкодерная модель, что она должна оставаться открытой, прозрачной и обеспечивать возможность совместной работы, взаимодействия и доступности интернета, для того, чтобы он был доступным, финансово доступным для всех. Права пользователей должны быть защищены на каждой из платформ, и это обеспечит возможность участия наиболее полного количества людей. Спасибо большое. Следующий наш докладчик. Я хотела бы сказать, что, во-первых, я хотела поблагодарить за то, что меня пригласили вместе с другими докладчиками, другими участниками обсуждения. Я также хотела подтвердить свою приверженность идеи транспарентности и искусственного интеллекта. Мы продолжаем над этим работать. Мы продолжаем работать над вопросами инклюзивности, разнообразия. И приглашайте. Мы всегда с удовольствием будем оказывать вам поддержку. Арин Канн, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Я думаю, что мы о многом с вами договорились и со многим согласны. Это прекрасная площадка для того, чтобы двигаться вперед. Мне кажется, что очень важно иметь конкретные параметры измерения наших успехов. У нас должно быть место, где мы можем менять наше будущее. Спасибо большое. Теперь господин Бенджамин Брейк. Да, я вкратце выскажусь. Мы можем делать наши работы только вместе, как мультистотоколдерное сообщество. Очень важно обеспечивать свободу интернета, свободу прав человека в интернете. Это вопрос демократии и вопрос противодействия автократии и жестоким режимам. Спасибо большое. Следующий. Спасибо большое. Мне кажется, что основным вызовом для нас является продвижение вперед с точки зрения социальной справедливости, экономической справедливости. И нам необходимо вовлекать все стороны, которые принимают участие в управлении интернетом по всему миру. Нам также требуется обеспечить реализацию этих проектов на национальном уровне, в отдельных странах и противодействовать чрезвычайно несправедливому воспределению ресурсов, обеспечивая наибольшее равенство в цифровом пространстве. Спасибо большое. Теперь господин Виктор Макаров. Право человека являются универсальными по всему миру. Это глобальная мировая концепция. Очень плохо слышно докладчика. Мы, как мировое сообщество, должны не только думать в рамках различных регионов, но и на глобальном масштабе. Спасибо большое. Следующий. Докладчик, спасибо большое организаторам и моим коллегам за это прекрасное обсуждение. Мы много что сказали. Мы согласились с тем, что мультистоцикхолдерная модель остается чрезвычайно важным инструментом в обсуждении этих неоднозначных вопросов, обеспечения вопросов защиты прав человека в цифровом пространстве. Очень важным вопросом также является законодательство, которое может обеспечить защиту. Спасибо большое, Ваше превосходительство. Следующий. Я Винсент Серв. Во-первых, хотел сказать, что мы никогда не действовали в таком масштабе. У нас 5 миллиардов человек уже пользуются интернетом, 3 миллиарда остается. Это огромные цифры, и это огромный вызов. Второй момент. Нам необходимо помнить о том, что это личная, институциональная и государственная ответственность сохранять права человека и защищать их в цифровом пространстве. Большое спасибо. Следующий. Каролина Эдстадер. Действительно, перед нами стоит ряд вызовов, и нашей путеводной звездой должны быть именно права человека и обеспечение их защиты. Нам очень важно понимать, каким образом мы будем реализовывать положение международного законодательства в цифровых технологиях, особенно новых технологиях, которые появляются. Поэтому форум по управлению интернетом – это прекрасная площадка для решения этих вопросов. Это действительно касается того, в каком мире мы хотим жить и в каком мире нам предстоит жить. Это в наших силах сформировать его так, как мы хотим. Спасибо большое. Следующий. Интернет – это самое близкое, что мы имеем к мировому осмыслению, к мировому, так сказать, осознанию. Я считаю, что стандарты, которые есть в части прав человека, должны превалировать и должны обеспечивать нашу дорогу вперед. Нам никогда не стоит об этом забывать. Нам требуется проявлять взаимное уважение и продолжать действовать сообща. Следующий, пожалуйста, докладчик. Я хотел бы тоже поблагодарить всех и сказать, что права человека должны пониматься как уважение к каждому конкретному человеку. В настоящее время это происходит и в цифровом пространстве. Мы должны обеспечивать инклюзивность и обеспечение выполнения прав. Я тоже хотел сказать нечто подобное. Вне зависимости от того, говорим ли мы об аналоговом мире или о цифровом мире, мы должны обеспечивать выполнение прав человека. Будь то справедливая конкуренция или несправедливая, мы должны совместно обсуждать, как мы можем усовершенствовать ситуацию в этом отношении. Мы должны слушать все голоса. Я с удовольствием константирую, что IGF это та площадка, где мы можем обсуждать все открыто, свободно и с привлечением самых разнообразных сторон. Я думаю, что мы не могли закончить лучше. Спасибо большое за все соображения, которые мы заслушали сегодня от наших выдающихся участников дискуссии. Мы видим разные аспекты того, что касается нас, как человека, нашей природы. И мы все согласны с тем, что права человека обязательно должны соблюдаться. Я думаю, что мы многое выучили по итогам тех неприятностей, тех катастроф, с которыми мы столкнулись в последнее время. И мы знаем, как важно участие и вмешательство в случае нарушения прав человека и защиты демократии и наших ценностей. То, как мы выстраиваем это основание для будущих поколений, действительно чрезвычайно важно. И послужит значительным вкладом, положительным вкладом в наше будущее. На этом я хотела бы еще раз поблагодарить не только наших докладчиков, но и весь форум IGF. Поблагодарить ООН в Женеве и в других географических регионах за то, что они предоставляют нам площадку, за то, что они делятся с нами своими соображениями и таким прекрасным образом организуют эту дискуссию. Еще раз всем огромное спасибо. Спасибо за сотрудничество. И большое спасибо также нашей аудитории за их внимание. На этом я хотела бы закончить это обсуждение. Большое спасибо. 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 Спасибо.